В Точке кипения в Новосибирском Академпарке проходит школьный технический форум НГУ. Это ежегодное мероприятие для всех, кто увлечен робототехникой, инженерным конструированием. Кроме того, стартовали отборочные соревнования по робототехнике чемпионата Робокап. Дмитрий Антипов оценил перспективы юных инженеров. Колесные, гусеничные, шагающие и даже летающие. Разнообразие роботов от участников чемпионата поражает. Такие машины собирают из специальных комплектов деталей, а иногда даже из детского конструктора. Однако зачастую в готовые конструкции юные инженеры добавляют что-нибудь от себя. Он состоит из микрокомпьютера Raspberry 4. В нем также есть полетный контроллер и плата распределения питания. Все это соединено на провода, и некоторые провода вообще не из этого набора. Они были либо утеряны, либо повреждены, поэтому на данный момент это еще и пустарное производство, можно сказать. Во время состязания участники выполняют при помощи роботов различные задания. На квадрокоптерах нужно пролететь по заданному маршруту, как в ручном режиме, так и предварительно запрограммировав геоточки. На колесных роботах дети переставляют с места на место грузы и даже играют в робофутбол. Жюри оценивает по разным критериям. На каждую номинацию свой набор критерий. Допустим, есть у нас номинация робокап онстейдж. Это представление театрализованное на сцене. Там тоже есть свои критерии, свой такой жесткий регламент и три тура соревнований. Тем временем по соседству участники работают над проектом автоматизированной железной дороги. При помощи специальных микроконтроллеров они создают систему, при которой поезда будут сами двигаться по веткам, собирать вагоны в составы, а стрелки будут тоже перекидываться под действием системы без вмешательства оператора. Состав грузовой, состав пассажирский. Нужно сделать так, чтобы эти составы перемещались из пункта А в пункт Б в соответствии с заданием, чтобы локомотивы собирали вагоны, далее перегоняли их со станции на станцию и делали это в строго определенной последовательности, в строгом соответствии с заданием, которое было предложено. По итогам сегодняшнего чемпионата самые сильные участники пройдут на всероссийский этап, где будут представлять Новосибирскую область. Дмитрий Антипов, Тарас Тарасов, Новости ОТС. Новости ОТС.